Мы с вами тянем ниточку от Гёта и его метаморфоза к Хайдеггеру и сегодня я намерена еще эту ниточку не выпускать, а продолжать тянуть, но затем наверное мы с ней попрощаемся, пойдем дальше по Хайдеггеру, но сегодня еще поговорим о Гёте, поскольку не все тут сказано и не все аналогии высвечены, которые могли бы нам помогать, помогать лучшее понятие самого Хайдеггера и его тексты. Значит, что мы сказали о Гёте в прошлый раз? Я завела речь о метаморфозе растений и рассматривала тот момент, когда рост живого биологического организма проходит через узловую станцию, так называемую узловую станцию, то есть растение прекращает свою жизнь, свой рост и переходит к стадии размножения. Попросту говоря, оно формирует наконец-то свой цветок и каким-то образом размножается. конечно, лучше всего читайте это у Гёте, мне не удастся так красиво, изящно, легко, просто и глубоко передать текучесть всех этих процессов, но я попробую хотя бы не так красиво их передать. Значит, по Гёте, но я уже не останавливаюсь на том, почему сейчас мы говорим о Гёте, вы, наверное, уже привыкли ко мне, да, мы не будем говорить о Хайдеггере, вы уже все поняли, но сейчас мы говорим о Гёте и опять снова шагаем от Гёте к Хайдеггеру. То есть упоминание Гёте это вовсе не случайность какая-то, которую я там подтащила, как какой-то легкий пример. Я считаю, что здесь вообще лежат глубокие аналогии, сейчас увидите такие, с тем, в какую сторону копал и сам Хайдеггер. Итак, возвращаемся к растению. Гёте говорит о том, что растение это фактически такой живой организм, такой биологический вид живой материи или такая биологическая форма живой материи, который использует для своего существования всего лишь один орган. Причем Гёте, когда изобрел в кавычках, изобрел свою теорию, а на самом деле Гёте вообще ничего не изобретает, а только подслушивает природу, то есть когда Гёте верно подслушал и рассекретил природу и пришел к этому, то для него было несказанной радостью и огромным восторгом обнаружить, что существуют какие-то биологические работы, которые, там приводился автор, я уже, извините, запамятовала, кто именно, которые полностью совпадают с открытиями Гёте. Ну не так, чтобы один в один, но в принципе утверждают то же самое, что и цветок, и венчик цветка, и сами лепестки, и даже тычинки, то есть те самые органы, так называемое размножение цветка, все это есть видоизмененный, модифицированный лист и более ничего. То есть и до Гёте кому-то из биологов эта идея приходила в голову, и не просто идея, он ее тоже прослеживал, и это неудивительно, нисколько неудивительно, потому что на самом деле так оно и бывает. Великая идея всегда находит и своих предшественников, после того, как она созрела. И здесь примечательна радость Гёте, несказанная радость того, что вот он нашел подтверждение своей идеи. Посмотрите, это опять же нестандартная реакция, потому что в научном мире как бы идет борьба за приоритеты, да, кто первый открыл. И когда обнаруживается, что кто-то открыл что-то до тебя, то есть такой налет, некоторое разочарование, не так ли? И тут мы видим Гёте, который просто прыгает и скачет от радости. Этот человек совершенно был лишен всякого самомнения, всякого какого-то, не знаю, стремления самолично выделиться, выпятить свою собственную фигуру, своё собственное «я», подчеркнуть свою значимость. У Гёте этого в самом чистом виде его просто нет, отсутствует. Он весь Гёте поглощен природой, наукой как таковой, то есть великим познанием и открытием. Это даже не назовешь познанием, потому что познанием мы всё время называем что-то другое. Но, однако же, вернёмся к делу. Я вам всего лишь показала характер Гёте, характер таких людей. Он абсолютно не похож на общепринятые реакции человеческих особей. Итак, растения. Растения как такая форма живой, организованной жизни, которая использует всего лишь один орган. И вот это крайне важно, поскольку затем, после Гёте переходит к рассмотрению уже животного мира, не только растительного. И нужно сказать, что и в животном мире он совершает практически такой же переворот, Несмотря на то, что более известный стал метаморфоз растений Гёте, а это в свою очередь свершилось потому, что по части растений идеи Гёте были восприняты, такими биологами, не сразу, но в конце концов восприняты. То по части животного мира эти идеи Гёте до сих пор висят в воздухе. То есть они не нашли своё приложение. Они ждут своего часа. Но эти идеи не менее революционные, не менее удивительные и чудесные, чем его идеи о растении. И вот по Гёте получается так, что, сейчас я в самом общем виде скажу, что растение использует всего лишь один орган, буквально его комкуя, преобразовывая как-то вот в разных классификациях, разных видах. А животное, оно начинает свой путь там, где растение свой путь заканчивает. Там, где у растения стоит предел, начинается животное. Животное начинается именно с различий, с различий, вот с этих модификаций. То есть растение, оно как бы в пределе своём добивается от одного своего органа различных проявлений и действий. А животное перенимает, словно бы, это мы всё условно говорим, животное словно бы перенимает от растения вот такой вот характер. И мы животное застаём даже самое простейшее, Гёте там пишет, допустим, о червяке. И застаём его как имеющего разные, как бы, органы. Все эти органы очень относительны, очень, как бы, приравнены друг к другу. То есть они не сильно и не существенно друг от друга отличаются. Вот эта вот система пищеварения червяка, да, она продолжается по всему телу, как бы, вот это вот всё, ну, и голова, которая тоже может быть и хвостом, и так далее. И всё же это есть. То есть животное начинает с этой модификации. И дальше животное выстраивает свой организм таким образом, что эти органы всё более и более дифференцируются, приобретают более отчётливые очертания. Каждый как бы сжимается в свою собственную точку, образующую вокруг неё определённую форму. Органы отделяются друг от друга. Но природа на этом не успокаивается. И Гёте говорит, что происходит дальнейшее движение развития. В каком же виде оно происходит? Насколько можно понять Гёте, то он видит это как теперь систематизацию. То есть уже разделившиеся и чётко выделившиеся органы теперь объединяются в системы, систематизируются. И тут Гёте уже приводит в пример ряд насекомых, у которых он находит так называемые три системы. Или три вообще отдела, из которых состоит их тело. Обратите внимание, что речь здесь идёт уже не об органах только, а уже о системах. Гёте говорит, что у любого насекомого можно выделить в принципе три части тела. Это голова, головная часть. Это средняя часть, или брюшко, или тельце. И это, вернее, тельце такое. А и задняя часть, это как бы брюшко, и вот всё остальное, хвостовое там что-то. И, значит, головная часть является сосредоточием вообще всех органов восприятия внешнего мира. Она словно бы направлена вовне. Это полностью, так сказать, вот этот вот врата, через которые внешний мир входит в животное. Тело, собственно говоря, сосредоточивает в себе основные функции вообще организма, как там, да, самые главные, центральные какие-то. И также его членики, какие-то члены, то есть там лапки, крылья, подсобные, все эти средства передвижения и так далее. А брюшко отвечает за выделительную часть и половую, за развитие. И вот посмотрите, где-то показывает, что практически каждое насекомое отделило вот эти системы. Настолько отделило, что мы буквально можем даже уже, ну вот, визуально просто видеть эти все... Порой, ну, говорит, у насекомых эти все системы вообще разделяются тоненькой ниточкой. Кажется, что их связывает. Вот когда мы там смотрим на осу или на кого-то, то мы видим, что, как говорят, достаточно чуть-чуть в этой тоненькой ниточке переломить, да, что-то придавить, и голова попрыгает отдельно, тело отдельно, а брюшко отдельно. То есть вплоть до таких вещей уже доходит. Но даже там, где они не разделяются этой тоненькой ниточкой, видно хорошо, что тело выстроено таким именно образом, как упаковка органов в определенные системы. То есть это гораздо более сложная организация. И затем дальше Геота говорит или намекает нам, что все эти системы, которые уже упаковали раздифференцированные органы, они затем, очевидно, поскольку это происходит уже на уровне насекомого даже, не то что высших животных. Но теперь, когда мы переходим к высшим животным, то мы видим, скорее всего, обратный процесс. То есть природа потекла обратным образом. Она начинает теперь свои системы, каким-то образом сами системы уже синтезировать и сливать. И Геота говорит, что у высших животных, ну, конечно же, и у человека, в том смысле слова, в каком он принадлежит этим высшим животным, или эволюционировал из них. Так вот, у высших животных, у них уже вторая и третья часть слиты в единое тело. То есть тело и задняя часть, они превращаются уже в нечто единое. Идет слияние. Идет слияние. Выделяется всего две части. То есть они фактически собраны из... Они десистемны. Они собраны из двух частей уже. Это голова. Она продолжает оставаться определенным центром. И вторая часть, которая вмещает все остальное. Тут уже и руки, и ноги, и члены, и размножение, и питание, и все остальное. Но Геота говорит, что само становление все равно указывает нам, что это было вот так. Что даже в человеке мы можем найти, да, каким образом диафрагма, все еще та же самая диафрагма, отделяет наши верхние дыхательные пути и сердце от нижних органов, от всех органов пищеварения, выделения и половых органов. Он показывает, указывает нам не только на диафрагму, и это представьте себе у человека, не только у высших животных, да, то есть еще у человека все это сохраняется, это можно увидеть, как генезисно продлить туда, в нашу историю. Он указывает и на то, что там позвонки, где-то в серединной линии идут, одни вверх загибаются, от русских от позвонков, другие вниз, то есть это все равно одни из них защищают одну систему, другие защищают другую систему. Там много разных характеристик и признаков. Я не анатом, не занимаюсь анатомией, я не смогу вам преподнести так хорошо материал, как Гёте, поэтому я и говорю, что читайте самого Гёте. Я всего лишь могу бегло, как метафизик и философ, пробежаться по его идеям. Вот такие идеи. И такие идеи позволяют охватить нам природу в ее становлении и развитии, просто-напросто говоря, в ее течении. А на прошлой лекции мы с вами беседовали о том, что это течение каждый раз чревато. Это не просто течение реки, а это течение такой своеобразной реки, которая устраивает самой себе противотечи. И вот сегодня мы снова разговаривая об этом, подошли к тому, что есть следующие пороги, следующие противотечи. И когда природа начинает уже объединять заново свои системы, то это тоже противотечи. Она сама же их разделила, она сама же их дифференцировала, теперь она почему-то решила их уже объединять сращивать, потому что это тоже ведет к какой-то гармонии, к какому-то совершенству. Понять замыслы природы крайне тяжело. Их крайне тяжело увидеть даже, понять и почему так происходит. Это еще в разы тяжелее. Но вернемся, однако, к растению. Вот эти листочки, которые возникают на стебле, или просто существуют как листы, какая-то простая однолетняя травка, да, допустим, или которые возникают на стебле и расходятся узлами, или там даже дерево, скажем так, ветвями, они в определенный момент прекращают свою жизнь, свое главное действие, для которого они вообще созданы, скажем так, сворачивают форму своего совершенства. А форма их совершенства – это зеленый лист, осуществляющий процесс фотосинтеза. И вот он сворачивает свои действия. Листочки снова начинают теснее прижиматься к стеблю, как описывает этот гет. Они становятся мельче, они растут друг от друга вблизи, они уже не расходятся черенками, прожилочки на них становятся менее различимыми, менее дифференцированными, они снова сбиваются в кучку, они начинают образовывать чашечку какого-то цветка, но это все те же самые листы. Хотя действия, которые они сейчас будут выполнять, это нечто другое. Точно так же полностью прессуются и листочки внутри, которые образуют сам цветок, они просто сплавляются друг с другом, потому что если чашечка цветка – это просто близко сошедшиеся листочки, то сам цветок является пагета, это уже такой симбиоз, нет, не симбиоз, а вот симбиоз там с тычинками. В общем, одни идут на тычинки, одни идут на образование самого цветка, но они испытывают превращение, листы сращиваются друг с другом, то есть они уже вообще теряют любые контуры какой-то своей индивидуальности, и только таким образом они превращаются в цветок, то есть цветок – это произведение многих листов, содружественное такое произведение многих листов. Опять же, я не буду сейчас вдаваться во всю эту красоту, во всю эту гармонию, которая больше напоминает хоровую какую-то песнь, чем науку, в привычном смысле нашего слова. Я всего лишь вам рисую, набрасываю вот такие вот движения от одного к другому, переходы от одного к другому. И хочу сказать, что план такого движения и план таких переходов, он напоминает Хайдеггеровский. Я бы так даже сказала, что Хайдеггер в принципе движется по такому же пути или желает двигаться, но он не настолько, естественно, органично воспринимается, как Гёте. Во-первых, у него сама тема в разы сложнее, он исследует человеческое бытие присутствие, а не животных или растения. И во-вторых, Хайдеггер, конечно, проигрывает Гёте, во многих аспектах. Но я намекаю вам на то, что в общем-то и в принципе это натуры с чем-то схожи. И когда Хайдеггер, снова повторюсь, развивает вот эту свою линию от понимания, от умения быть, к высказыванию, то есть к показыванию чего-то, и от него к речи и языку, то он пытается тоже вести нас вот такой тропой движения. Другое дело, насколько мы воспринимаем это вот таким образом, насколько мы не просто хаотично, классификационно воспринимаемые термины, занесли там, определили, еще что-то сделали, внесли в формальную сеточку категории, и ничего не увидели. Еще раз и еще раз повторяюсь, нужно увидеть в Хайдеггере это движение, это течение со всеми его противоположно направленными проистеканиями. И вот, казалось бы, Хайдеггер, допустим, вот смотрите, маленький пример, Хайдеггер, допустим, объявляет, что речь и язык это, мол, модификация высказывания. Ну, ладно, объявил и объявил, но когда мы поверхностно на слух воспринимаем такое объявление, такое заявление, или когда мы читаем, опять же, бегло его книгу глазами, когда мы не погружаемся вот в тот мир гетовский, вот такой вот, он не становится у нас миром становления, а Хайдеггер хочет попасть вот на эту глубину, на глубину становления, он очень ее ищет. Так вот, когда мы не погружаемся на эту глубину, то могут возникнуть у нас такие, вроде бы, правдоподобно, закономерные вопросы, типа того, что, как же речь может быть модификацией высказывания, если высказывание, мягко говоря, уже предполагает речь, как мы будем вот это вот все делать, как, почему это вот модификация, откуда это, из чего. но если мы хотя бы немного вдумаемся, читаемся, проникнем, такой термин еще есть, проникновение, проникнем вот в становление хайдеггеровской мысли, то нам станет понятнее, что хайдеггер верно выстроил вот эти переходы от одной узловой станции к другой, он достаточно верно их выстроил, бытие присутствия понимает, оно понимательно, и именно в силу этого для бытия присутствия возникает проблема показывания, показывать то, что она понимает, проблема сообщать другому то, что она понимает, и проблема называть, а эти перечисленные три проблемы и есть проблемы высказывания, то есть от понимания мы движемся к запросу на высказывание, или на показывание, как мы говорили А от них, поскольку человеку нужно показывать, есть такая потребность, нужно сообщать и нужно давать имена, возникает речь. Вот когда мы так говорим, то у нас уже не будет вот этих вот вопросов и всяческих недоразумений. Когда мы говорим, исходя из несколько иной глубины нашего подхода. И таким образом мы получаем, что в конце как бы находится речь. Но ни в коем случае не подумайте, что это линейное выстраивание. Потому что и у Гёте природа таким образом действует, что всякий последующий вид видоизменяет и все предыдущие ступени, ведущие к нему самому. Точно так же и у Хайдеггера. Как только появляется речь как таковая, то она же формирует и само понимание по-другому. Она же формирует и само высказывание по-другому. Показывание, сообщение, давание имен. То есть в данном случае мы имеем не линейную систему, а всегда круговую, замкнутую, в которой всякое следствие снова возвращается и становится впереди своей собственной причиной. И именно потому так сложно распутать этот узел. Этот узел, он начинает возникать с момента живой биологической жизни. Потому что любая живая биологическая жизнь выстроена вот на таком круговращении. Следствие причина, следствие кусают сами себя за хвост. И поэтому трудно разомкнуть это кольцо для того, чтобы войти в него и потом по нему двигаться. Где-то в начале книги этой «Бытие и время», которую мы разбираем, там же Хайдеггер, и я уже упоминала об этом, писал о том, что не пугайтесь круга в любом познании. Круг это нормально. Вы пугаетесь того, что как вы туда попали. Если вы попали туда бессознательно, неосознанно и просто вас что-то кружит, это одно дело. А второе дело, если вы смогли сами войти в этот круг самостоятельно, нашли точку вхождения, и можете его пройти. И таким образом вы можете и выйти дальше, как выходит и природа по спирали. Значит, вот эти стояли перед Гёте проблемы. Упоминал он о них или не упоминал. Но вот Хайдеггер, как видите, упоминает. И, следовательно, и здесь, во всех этих темах, чтобы рисовать их, нужно проходить полные круги. И как только мы дошли до речи, мы должны снова вернуться к пониманию. Как речь формирует понимание, как язык уже сам формирует понимание. Нам нужно описать несколько таких кругов, чтобы мы поняли, как вообще всё это работает. Но Хайдеггер, кстати говоря, это не делает. У него нет такой возможности. Он вообще, я считаю, что работа, которую мы с вами разбираем, это фактически конспект. Вот говорят, что чёрные тетради – это там конспект для себя. Я вообще-то воспринимаю и всегда воспринимала бытие и время как некоторый конспект. Он, конечно, опубликован, он, конечно, как бы преподуман как произведение, но на самом деле это конспективные, максимально сжатые какие-то мысли самого движения. То есть нормально читать эту книгу как именно произведение, в обычном смысле слова, в философском, просто невозможно. Это действительно так. Её можно читать только по точкам интенсивного мышления каких-то людей, то есть заглядывать в определённые темы. Или по гётовскому методу, по гётовскому способу, если ты сам движешься на какой-то глубине и разворачиваешь эти темы. Вот я таким образом именно её читала. И поэтому у меня выстраивается свой собственный параллельный ход, который параллелит и с Гёта, и с Хайдеггером. И поэтому могу как бы преподносить Хайдеггера и могу его расширять. Но само это произведение «Бытие и время», оно как конспект требует вообще максимального своего расширения, как в культурном смысле, так и в научном смысле даже. Но извините меня за очередное отступление. Так вот, это не всё, что я хотела сказать о Хайдеггере. Заслуга Хайдеггера в том, что... То есть минус, минус, он не дал этих кругов. Мы такие круги о влиянии языка на наше понимание, на показывание, мы можем встречать у других современных философов, где-то подсчитывать в других местах. Хайдеггер это не дал. Это минус, но это минус конспекта, который не претендовал на то, чтобы разрастаться просто в бесчисленные тома Маркса. Понимаете, то есть это и так, в общем-то, каким-то образом аналогично капиталу. Но вот сама форма изложения, что она была конспективной, не позволяла этого сделать. Кстати говоря, на это наталкивался и Гёте. Он тоже минимум только приводил доказательств, минимум цитат. Ему самое главное нужно было изложить собственные идеи, и чтобы их услышали и каким-то образом хотя бы образно зафиксировали, то есть узнали те, ой, как он выражался, истинные друзья природы, которые придут ему когда-то на смену или появятся в будущем. Он их ждал, что они это увидят, смогут увидеть, смогут воспринять. И в этом смысле слова у него получается шаткая научная база какая-то. Он даже сам прописывал это, что он не специалист, он не какой-то там товарищ крутой, тот самый профессионал, подобный флюсу. И слава богу, шаткая система, и в то же время она верная и точная, попадающая прямо в цель. Так вот, заслуга Хайдеггера в том, что он выстроил верно это. Он как бы разомкнул этот круг и показал интенцию, его стрелу направления, ту стрелу, по которой мы движемся. То есть учтите, мы движемся по стреле, но это не линейная стрела. Она сама, как лента Мёббиуса, загибается и сама себя кусает за хвост. Но когда мы смотрим на неё не извне, потому что когда мы смотрим на неё извне, мы видим круг, мы видим вот эту запутанную ситуацию, вот эту ленту, а когда мы находимся внутри неё, то есть когда мы сопутствуем знанию, движемся по этой же глубине, тоже течём, то мы должны уловить вот именно эту стрелу. Ну, знаете, вот у Мираба Мамардашвили, тоже ведь одна из его работ называется «Стрела познания». И очень хорошо она названа, хорошо она названа. И Мираб тоже ищет именно эту стрелу. От чего к чему переходить? Как двигаться? От какой узловой станции к какой узловой станции? Так вот, Хайдеггер даёт нам эту стрелу познания, хотя он не упоминает о ней. Он не пишет так, как Мираб Мамардашвили на титульном листе своей работы «Стрела познания». Не пишет о стреле познания и Гёта. Но мало ли кто из них что не писал. Они должны были успеть написать то, что они хотели. Но это всё оно же. Мы это видим хорошо. Достаточно спуститься сюда, встать на эту ленту, пойти по ней, и мы это увидим. Итак, вот это выстраивание, которое нам предлагает Хайдеггер, именно от понимания, внятия толкования и смысла к показыванию и высказыванию, а от него к речи и к языку, это верная метода и верная стрела познания. И она вовсе не отменяет того, что сам язык формирует мир, что он на всё влияет, что теперь без языка вообще ничего невозможно, когда он уже стал. Понимаете, я даже не буду перечислять всего этого, на чём пасётся современная лингвистическая и философская мысль. Дело не в этом. Дело в том, что человек нарабатывал вот эту простую, простую, это именно простая стрела познания, простую стрелу познания он нам показывал, как мы должны восходить, как мы должны двигаться внутри, вот от этого к этому и дальше. Итак, теперь, наверное, немножко мои сложные круговращения и аналогии с Гёта становятся снова, я надеюсь, ясней. Но это ещё не всё, что в этом плане можно сказать о Хайдегере. Помимо вот такой аналогии, самого способа и метода, есть и прямая перекличка содержания и интереса к содержанию. Дело в том, что здесь, в той работе, которую мы с вами разбираем, мы, конечно, об органах как таковых ничего не найдём. Но Хайдегер, есть Хайдегер во всех своих произведениях. И эта тема его бесконечно интересовала. Открываем труд Хайдегера «Основные понятия метафизики». И за первой частью, где довольно пространно рассуждается о скуке, мы переходим во вторую часть, там, где идёт у нас мир, уединение, конечность. И вот там, как ни странно, Хайдегер, который собирается говорить о мире уединённости и конечности, начинает приблизительно, вот точно так же, как сейчас я, сегодня с вами я начинаю свою лекцию. Он начинает рассмотрение мира с животного. Он быстро перечисляет о том, что мир как бы не принадлежит там камню, понятно, неживой материи, да, то есть он безмирен. Вот эта неживая материя, она вообще безмирна. Что человек – это существо мировое, в любом смысле этого слова. То есть без мира человек вообще немыслим и непредставим. А животное скудомирно или обладает каким-то таким странным качеством и характеристикой, когда мир животному в человеческом смысле и присущ, и не присущ каким-то образом. И вот Хайдегеру интересно, и он с этого начинает, чтобы рассмотреть дальше, чтобы перейти к человеку. Как видите, он тоже берёт определённый ход предыстории. Невозможно просто голо хвататься сразу же за человека. Нужна какая-то определённая база. И вот Хайдегер довольно долго и много занимается рассмотрением вообще живого организма. Он уже в определённый момент забывает и о самом мире. Ну, это я условно так вам говорю. Естественно, он не забывает, а я имею в виду, его тоже уносит. И видно, что эта тема крайне интересует его. И он начинает рассматривать тему органов животного. Вообще кольцеобразности жизни животного, способа его существования. И тему органов. То есть, это я упоминаю к тому, что не только по способу и по методу здесь всё пересекается, гармонирует и перекликается друг с другом, чтобы вы это понимали. Но и даже по содержанию, по сути, по смыслу, потому что мы ищем по истокам. Все интересы здесь очень близки. Может быть, они даже не выходят на какие-то точки пересечения, но они близки. Они буквально рядом дышат друг другу в затылок. И вот Хайдеггер там в этой работе, основные понятия метафизики, он рассматривает орган. Вот о чём мы вообще говорим. Что такое орган? Потому что, когда мы переходим к живой жизни, мы должны сказать об этом. Хотя бы что-то. Мы должны как-то увидеть и понять, что это. И Хайдеггер берётся за это крайне трудное дело. И у него в этом плане, опять же, получаются некоторые революционные мысли. Довольно-таки интересные. Я сейчас бегло их вам, ну так вот, преподнесу. Ну, орган, он вообще, если говорить образно и достаточно общообразно, ну такое, составить себе образное представление, это некоторый мост, который живой организм выстраивает по отношению к внешней природе. То есть это мост между внешним миром и внутренним миром организма. Потому что именно, как вы знаете, органы чувств осуществляют передачу всего внешнего во внутреннее восприятие. Органы, там, переработки и выделения выводят наружу что-то из нас. И это какое-то сообщение. Это нечто, что отвечает за сообщение, это определённый мост. Но в таком виде это всего лишь образная картинка. Если говорить об органе в более решительном, каком-то сущностном, идейном смысле, то орган представляет из себя как таковую деятельность. Просто деятельность. Деятельность живого организма и есть орган. Но только такую деятельность, которая уже скомковалась и отлила себя в определённую форму. То есть фактически та форма органа, которую вы берёте в руки и видите, в том числе и сердце, и желудок, то, что вы держите, это всего лишь миллионы раз повторённая деятельность, которая себя материализовала за счёт этого миллионного повторения. Материализовала, собрала и буквально, ну здесь как воплощение, понимаете, происходит. Буквально материализация. Такой подход крайне необычен и неординарен. Поскольку вот такой подход, он начинает с идей. Он начинает с идей, он начинает с деятельности. То есть он начинает с чего-то такого, что материально не прощупывается. Поэтому он странен, поэтому он может всегда быть обвинён в некотором идеализме. И обвиняли ведь в отсутствии материализма. Между тем, оказывается, что нет ничего более материального, чем подход Гёте с его первофеноменами, с его первокипами и подход Хайдеггера. Так что вот тут опять же басни о материализмах, идеализмах, взятые из школьных учебников или даже просто из поверхностной истории философии, они рассыпаются в прах. Так вот, деятельность формируют. И действительно сегодня, когда мы рассуждаем уже о растениях, это тоже является научным фактом, что растения воспринимают, то есть вот выяснение, ведь у растений нет как бы нервной системы, то есть у них нет вот этих связей, они не сформированы. И мы видим, но растения реагируют, они имеют реакцию, каким же образом они реагируют. И вот здесь в этот момент мы оказываемся на переходе. Выходит так, что растение умеет передавать реакцию внешнего мира своим куда-то вовнутрь себя, то есть оно воспринимает. Но растение не выделило и не сформировало еще под это определенных конкретных органов. Поэтому в передаче, в самой передаче участвуют случайные части самого растения. Поэтому эта передача медленная, крайне медленная по сравнению с животным миром. И мы говорим о том, то есть восприятие и реакция замедлено по сравнению с живыми организмами, там высших животных и человека. Как бы растение оказывается некоторым таким тормозом. Оно медленно работает, поскольку работает случайно. Но тут лежит картинка вот этого между-между. Между тем, что вообще не воспринимает внешний мир. Между тем камнем, который просто валяется на дороге. И ему фактически как бы все равно. И между уже растением, которому не все равно, даже когда вы к нему прикасаетесь, ему не все равно. Но у него ведь нервной системы-то нет. Он как бы ничего не чувствует. То есть, с одной стороны мы говорим, что он ничего не чувствует. А с другой стороны мы видим, что он чувствует. Если к нему прикасаться и на него воздействовать. Как же так? А вот так, что мы привыкли судить о том, чувствует что-то или нет, тыча пальцами уже в материализованные органы, уже в материализованные формы, уже в то, что мы можем материально пощупать и увидеть. А этих органов у растения нет. Оно их только формирует. И когда-то таким же образом я писала вообще-то и о глазе. Как он вообще формируется. Это начало. Начало всего. То есть, глаз первоначально у живых организмов осуществляет свое становление так же. Это определенные участки тела или кожи. Совершенно случайные и ничем не отличающиеся, абсолютно не отличающиеся от всех других, которые воспринимают в данный момент свет и тень. И случайным образом организму нужно сейчас, чтобы он это воспринял. И вот куда попал свет, да, вот те участки вынуждены работать таким способом. Они вынуждаются целым самого организма к данной работе. Но они сами не приспособлены к этому, они не созданы для этого и так далее. А дальше в процессе эволюции мы видим как раз, что если организм вынужден каждый раз считаться с проблемой света и тени, а мы можем предположить, что те первоначальные микроорганизмы, которые плавали в водной стихии, океана, они должны были подниматься за определенным количеством света в более высшие слои и опускаться на дно, поскольку все время в световом поле находиться они также не могли. То есть они должны были ориентироваться в пределах света и тьмы. То есть в целом у организма был запрос на восприятие света и отсутствие света. И следовательно какие-то участки все время работали, все время нагружались, и следовательно потом организм начинал выделять под это дело, ему все равно это приходилось делать, да, как вы выделяете какие-то средства для чего-то, так же и организм выделял. И как все это медленно, миллиарды лет формировалось таким образом, что наконец-то появлялись специфические участки тела организма, которые и должны были уже воспринимать свет и тень, они уже были каким-то образом видоизменены, приспособлены именно к этому делу. И вот они начинают воспринимать. А потом они начинают воспринимать все лучше и лучше, и дифференцируются. И потом возникает так называемый протоглаз, который я его назвал, который уже видит свет и тень образно, то есть через движение. Это означает, что этот глаз, в отличие от простых участков кожи, пусть и не случайных, случайные это вообще как бы просто внешняя реакция, потом есть не случайные эти отдельные участки. А когда это уже протоглаз, это уровень, когда этот протоглаз уже не упускает света и тьмы, он постоянно в них существует. То есть он не действует время от времени, он постоянно работает, он на этом уже живет, он уже жизнь какая-то. Вот это есть протоглаз, он уже в образных свето-теневых сумерках существует. И вот этот протоглаз видит окружающее черно-белым образом. И цветов еще нет. Цвета появляются потом. И Гетта трижды прав, что они появляются только из модификации самой света и тьмы, они так появляются в живых организмах. Гетта это гениально прозвел. И он вообще считал свое учение о свете самым гениальнейшим. Простите меня, что меня опять снова занесло. Однако, я считаю, что мы все время говорим здесь об одном и том же. Так вот, протоглаз. И вот по этому же принципу и у растения протонервная система. Самой нервной системы еще нет. Но есть все же определенные, так сказать, там, участки, которые передают лучше, передают все эти сигналы. Это только подход к протонервной системе, скажем так. И потом животное, у которого уже это формируется как орган. Так вот, орган это деятельность, различные виды деятельности, сформированная уже в отдельную самостоятельную жизнь. Оно само себя поддерживает на самодвижении, самопитании. Оно постоянно занимается вот тем, чем оно занимается. То есть, вы там пошли, покушали гамбургер, бросили свой желудок, а желудок постоянно занимается этим. Но правда, конечно, он и отдыхает там, допустим, как и глаз. Но даже глаз, который отдыхает, показывает вам сновидение. Никогда не воспринимайте отдых, никогда не воспринимайте некоторое ничто природы, как абстрактное, абсолютное ничто. Ещё раз повторюсь, к этому и был в том числе мой длинный рассказ, что отрицание роста растения – это цветочки, которые усыхают, превращаются, ну, как сжимаются, теряют свои функции, превращаются в... ой, листочки, не цветочки, превращаются в цветок. То есть, это не так, что растение закончило свою жизнь. Понимаете? То есть, размножение – это размножение. Это самое прекрасное, чем мы наслаждаемся в цветах, когда оно прошло через это отрицание. Отрицание всегда – нечто. Некоторым образом. Оно пристаёт всегда так для нас. Это сложно понять. Так вот, здесь вот всё вот так в природе. Оно не отрицается полностью. Поэтому вот, даже когда орган отдыхает, он работает. Он на самом деле работает, только в совершенно ином режиме. И человек догадывается об этой истине, когда мы говорим себе, что лучший отдых – это какая-то интересная деятельность, мы тоже, то есть, приключение какой-то деятельности, расслабление, мы тоже попадаем именно в эту истину. Итак, мой длинный пассаж был к тому, чтобы сказать, что Хайдеггер вскрывает вот в работе «Основные понятия метафизики», он докапывается до глубины вот этой загадки органа, он показывает, как этот орган сам себя лепит из ничего, фактически, как он составляется. Есть у него такая вот мини-поэма внутри, собственно, произведения. То есть, Хайдеггер в этой части, он тоже, ну, скажем так, не крут, но, еще раз повторюсь, ну, вот, вообще, миллиметр к миллиметру рядом с Гёте, другое дело, упоминал, там он его или не упоминал, Хайдеггер недалеко от этих проблем, и поэтому, поймите одну такую главную вещь, что, когда Хайдеггер пишет вот об этих своих модификациях, то у него все это тут тоже присутствует, он все это как бы видит, он все это понимает, но, поскольку бытие и время вот такой очень сжатый краткий конспект, то выстраивается фактически вот только эта стрела, стрела, как она, как это бытие разворачивается постепенно. Теперь мы переходим снова уже к концу лекции, то есть, когда уже и времени нет разговаривать, мы снова добираемся до речи и языка, но, как говорится, со следующей, лекцией уже пойдем прямо с них, я не могла не навыстраивать вот такой подземный мир, вот такое основание под то, о чем мы с вами сейчас беседуем. Итак, речь и язык. Здесь, как вы уже догадались, для Хайдеггера важно разрешение речи и языка, и мы немножко уже об этом сказали, когда я привела фразу о том, что, фразу Геродора о том, что Гомер и Гесиот научили древних греков богам и сказала о том, что именно литература, вернее, письменность, письменность, она закрепляет язык, а литература развивает язык, а все, что осталось до этого, является речью. Ну, а сейчас еще в подтверждении этого мне хотелось бы привести цитату Вальтера Беремина, поскольку он с третьей своеобразной стороны как-то освещает то же самое. Вальтер Беремин говорит, речь захватывает мысль, но властвует над ней письменность. Вот так он выразил данную проблематику. Видите, то есть тоже один конец у Вальтера Бениамина опущен, ну, Вальтера Бениамин понятно, что он там наследует Хайдеггер, это ясно, вот так сказать, и испытывает на себя влияние Хайдеггера, но сколько ты не наследуешь, сколько ты не продолжаешь, если ты сам, самостоятельно, естественно, не вникаешь и не прочувствуешь и не продумаешь эти темы, ты так ясно и хорошо не скажешь. так вот мы видим все тот же самый ключ или магнит, состоящий из южного полюса и северного или из левого и правого, то есть с левой стороны идет у нас речь, она по Вальтеру Бениамину захватывает мысль, а это образное выражение отсылающее нас опять же сразу же к руке, помните, о которой мы говорили вообще, у человека все через руку и даже все его образы, которыми он пытается лучше понять смысловые и напряженные какие-то сущностные связи, он применяет те же самые образы, и вот это вот захватывает, хватать, хватать, оно настолько часто употребляется, вот любимое выражение тоже и Владимира Вениаминовича Бибихина, только с одной стороны мы можем что-то захватывать, а с другой стороны само бытие захватывает нас, и вот Бибихин любил рассматривать противоположную сторону, о том, как нас что-то захватывает, хватает, а Бениамин здесь употребил вторую половинку медали, рассмотрел, это когда хватаем мы, и вообще человеку конечно присуще больше самому хватать, вот это вот когда он захвачен, это у него это искусство развито в значительной степени меньше, а это ведь тоже искусство, быть захваченным, уметь предоставить себя в захват природе, захват бытию и так далее, потому что знаете, как вот в детских игрушках, стоящих в наших переходах, допустим, достань какую-нибудь игрушку, нажми на кнопочки, и там такая механическая лапка захватывает, пытается эту игрушечку плюшевую, мягкую, такую, обтекаемую схватить, и все у нее никак не получается, вот у меня такое же впечатление вообще от человека, что природа и хотела бы его схватить, но он какой-то весь такой обтекаемый, все время выскальзывает, как рыбешка, просто шныр, шныр, снова опять свою воду, вот, и трудно его ухватить, гладенький, он такой какой-то, смазка на нем хорошая, вот, поэтому нас не захватывает ни природа, не захватывает ни бытие, мы не владеем таким искусством отдачи, между тем, человек, который владеет этим искусством, он практически, ну, уже готов к тому, чтобы его захватили крайне важные и главные вещи, снова, конечно, я очень красноречиво летаю вправо и влево, ну, уж извините, и так, Вальтер Беньямин говорит о том, что нам присуще вполне, вот это человек знает хватать, правда, что он хватает, он не знает, потому что Вальтер Беньямин так говорит о захвате мыслей, это уже круто, пусть так хотя бы будет, захватывает мысль, речь захватывает мысль, так, хорошее выражение, очень хорошее выражение, ну, я бы сказала, речь способна захватить мысль, вот, то есть она вот имеет такую возможность, не всякая речь захватывает мысль, естественно, но если речь захватывает мысль, то все равно это лишь хватание, да, мы схватили, а как использовать, как это, как бы, говорит, присвоить, использовать, сделать своим, если уж мы решили быть вот такими господинами, и Вальтер Беньямин дальше продолжает, указывает, что это письменность, а вот письменность уже властвует, то есть мы схватили, мы присвоили эту мысль, и дальше мысль мы уже движим, и письменность, и литература уже движут саму мысль, именно поэтому они становятся самодостаточными, вот, и, как видите, вот этот водораздел, в крайнем случае, здесь Беньямин, он проводит так же, как Хайдеггер, то есть он здесь согласен с Хайдеггером, да, что вот существует вот этот водораздел между речью, просто речью, и между языком, и, вот, ну, в современном мире, как правило, и во всех этих тенденциях нашего рассмотрения, всех этих филологиях, вот, я их скопом беру, простите мне, ради Бога, но я их беру буквально как дух времени, поэтому скопом, так вот, дух времени таков, что он изучает, теперь уже, он изучает именно и конкретно язык, именно язык, он забыл о речи, и все, все философские подходы вращаются в этих кругах, там, где мы господствуем над какими-то мыслями, где они перемещаются, где они рождают что-то, где они двигаются, вот это мы все, как бы пытаемся, хотя бы пытаемся это все сделать, но мы совершенно забыли о речи, как таковой, она осталась где-то там, за пределом, за барьером, о том, что вне письменности, о том, что у нас ежедневно и каждый час каким-то образом, о живой речи, и вследствие этого, забыв о ней, мы забыли и о том, каким же образом вообще мысли попадают в наш язык, что захватывает мысли, что их сюда доставляет в наш язык, как эту мысль схватить, то есть впервые, у нас как всегда только одна половинка мира, и мы пытаемся и сам язык понять именно через язык, и только, я уже не говорю там о его грамматике и так далее, даже если мы возьмем глубочайший подход и снова будем язык через язык брать, там допустим, так же, как мы берем искусство через искусство, это нормально в каком-то смысле слова, это нормально, это не ошибка, я не хочу сказать, что это ошибка, потому что язык именно действительно самодостаточен, но это еще не все в общем проблема, это еще не все, потому что утерян здесь в рассмотрении такой самодостаточной, утерян генезис самого языка, как становится язык таким самодостаточным, как он становится таким самодавлеющим, а здесь, если мы обратимся к генезису языка, мы всегда отправимся в сторону речи и вот там речь поможет нам показать каким образом она вот это вот хватает, мысли хватает каким образом она показывает, сообщает дает имена речь так что вокруг вот этого вот некоторого такого контраста речи и языка здесь очень много можно подводных камней обнаружить, поломать копии можно много начиная там с того, что мы буквально приписываем язык мы сейчас просто языкопомешанный мы приезжаем там в какое-то дикое племя и мы приписываем им язык я кажется уже об этом говорила но простите меня, если я повторюсь мы приписываем язык, что они говорят на таком-то языке там язык пигмеев и так далее но это не язык это не язык и вот здесь мы не хотим понимать может быть мы открыли очень много славного и интересного о самих языках и о языке вообще несомненно и там когда идут работы допустим Гумбольта или Потебни мы к ним еще подойдем то есть это уже вот вот это исследование языка в самом языке и Хайдеггер Гумбольта тоже упоминает но сейчас прежде чем мы вошли уже в эту сферу я вам хотела дать научиться предысторию по дороге и поэтому я сейчас упоминала Геота и по этому я возводила вот такую вот историю с животными не просто, абы как бы все тут имеет смысл я хотела, чтобы этот предбанник существовал я хотела, чтобы этот пред вход существовал и чтобы речь существовала мы будем говорить с вами и о речи потому что забыли В языке забыли уже все И потом мы отправимся и в язык И там поговорим о Гумбольде Которого даже Хайдеггер цитирует А уж Бихин Так вообще просто Гумбольд, Потебни Он там тоже варится во всем этом Все эти открытия Можно вспомнить Вингенштейна Сюда же приписать Но это все в языке Это все товарищи, которые из языка не выходят И хотя они очень сильно хотят выйти из языка Порой Они не могут этого сделать Почему-то, что-то им мешает Эти современные барьеры Они опускаются очень быстро Вот есть эти предбанники неизученные И здесь еще нет дела Нам ни до Гумбольда, извините Ни там до какого-нибудь Левистроса, изучающего Примитивные языки и так далее Так вот Мы пигмеем приписываем язык Потому что мы продолжаем Вот находиться в этих прутьях Клетки нашего языка Так что Вингенштейн потом вообще скажет нам Что там, где находятся границы слова А слово – это нечто Это элемент языка Слово Вот то, что мы называем словом Вначале было слово Это уже элемент языка Это базовая ячейка языка Элементали языка Слово-язык – это фактически Как бы нечто тождественное И вы понимаете, что вначале было слово Это вот как раз образование Этого языкового мира Этого литературного мира А слово Ну У тех народов У которых еще языка как такового нет А мы им уже этот язык приписали И переписали Понимаете, вот У них нет и слова как такового У них именно есть речь Вот это течение Так вот, Вингенштейн Он же скажет там, да Что там, где кончаются границы слова Там кончаются границы мира И знаете, он прав Но в каком же смысле он прав? Он прав в очень грустном смысле слова Это границы мира современного человека И потом этому же Вингенштейну предъявят Ну Почти полушуточные такие возражения Что типа того, что мы же Там Ощущаем массу каких-то Не знаю, запахов Да, там Обонятельных каких-то Свойств Ощущения, вкус Там прочее, прочее, прочее Вплоть до того, что там, да Дегустатор вина Отличает до тысячи оттенков вина Допустим, но это же не обязательно Что он их может назвать каждым словом И Ну, как парфюмер Зюскин, да Он отличал запахи, но не мог назвать их словами буквально Вот вам, пожалуйста, образ То есть мир не заканчивается на слове Мир заканчивается на слове Только для современного человека Он сейчас вообще сошел с ума от языков Мы сейчас находимся, когда в периоде Бума гуманитарности А бум гуманитарности у нас заключается в буме языковом И этот бум все еще как бы не заканчивается Вот он начал и не заканчивается И дальше мы вот как вот эти вот эти Как крысы в нашем лабиринте Как белки в нашем колесе Мы не в состоянии выпрыгнуть Вот Но Если вы туда в эту клетку не попадали То вам нет и проблемы оттуда вылезть Так вот не надо туда попадать Не надо И у пигмеев, у древних народов Всех тех народов, которые изучались И не только Леви с тросом Там, да, допустим Антропологией вообще У них нет языка, у них есть речь И это очень интересный Вот Очень интересный нюанс Вот здесь бы на границе Нам как раз бы одуматься И очухаться И выпасть из этой языковой фантасмагории Миража и наваждения Вот И увидеть наконец-то вот Некоторую другую сторону Нам бы здесь вот тут как бы Вывалиться хотя бы Если мы не умеем нормально выходить Хотя бы выпасть Под грузом фактов Потому что Ну вот простейший примерчик вам Я исследовала там Цвет занималась пагетом И У древних племен У тех, которых там нет еще Письменности Вот у них Считалось, что они не воспринимают Там определенный цвет Я сейчас не буду там говорить какой Они не воспринимают определенный цвет Вот такой-такой воспринимают А такой нет И вот там же целая теория Что как цвета приходят вообще к человеку В культуру Каким образом они входят Это тоже сложный Такой интригующий Такой вопросик Приключенческий чуть ли не И Ну отдельная тема Отличная Но Считалось, что вот они Вот эти вот там народы Не видят такой цвет А потом оказалось Через некоторое время Что они его видят При более точных опросах Мы ведь как Свои опросы проводили Мы ведь как вообще Выстраиваем наши эксперименты Мы снова языковым образом Проводили эти вопросы Мы их спрашивали там На их обозначениях И языке Так А оказалось Что они воспринимают Какой-то другой цвет Но Они не дали ему имени У него нет своего собственного имени Когда ему надо показать на этот цвет Он говорит, что там Такой же там Как такой Но какой-то другой Или там еще Какое-то сравнение Не было нужды Дать собственное имя еще Вот что такое Неразвитая народность Так То есть отсутствие языка Вот это вот И язык именно так и становится Он поименствует Он именует Так А тут еще этого нет То есть восприятие есть Мир есть В противовесе Энгенштейну А слова нету Нету слова Так его нету слова Потому что Вообще его нету Как значимой единицы Нет слова как такового Нет у слова Того смысла Который мы В нашей культуре Привыкли ему всегда Приписывать Этого великого смысла Что слово вершит судьбы Что слово Творит мир Что слово там Не знаю Выводит нас там На новые вершины Если бы мы могли Это передать дикарю Он бы на нас Вытаращился Да Потому что Для него слово Не несет таких функций И у него вообще нет слова У него есть речь Ла-ла-ла-ла Вот что-то Для обозначения Указания и так далее Там все проще Итак Сейчас мне уже нужно Завершаться Но последний мой Спич Он был направлен В сторону Чтобы вы Понимали Нашу современную ситуацию Наша современная ситуация Грешит Языковостью И наверное Вам удивительно было Что переведя К теме языка Я как бы вроде Совершенно ничего Не говорю о языке Я сознательно Некоторым образом Не говорю о нем Потому что Я стараюсь Перегнуть Палку В другую сторону В ту сторону На которую указывал И Хайдеггер Что прекратите Вот это уже Все это Вот наращивать 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 На одном и том же Фундаменте Давайте и на сам Язык Посмотрим Только как на Определенную Модификацию Речи А на речь Посмотрим Как на модификацию Показывания Тогда может быть Нам откроются Такие перспективы О которых мы Совершенно не пишем Даже если мы Замечательный Гумбольд И замечательный Потебня Продолжение следует...